Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Revengers of Vengeance Battle Fantasy, которая вышла на Sega Mega CD. Думаю, многие согласятся с тем утверждением, что ролевые элементы могут облагородить любой жанр. Не обошлось без этого и в Revengers of Vengeance игре во многом уникальной и не имеющей аналогов. Есть злобный, желающий уничтожить весь мир чернокнижник Вену, в незапамятные времена заточенные в небытие и изголодавшиеся по людской и не только к Ровушке. Есть 10 его жертв, да нельзя обиженных и жаждущих мести. Поскольку Ров является у нас ролевым файтингом, без чисто файтингового режима не обойтись. Выбирайте одного из тех 10 Мстителей и проходите по карте катком. Подивите остальным, своему клону, Грандмастеру, в роли которого выступает некий осевший на южно-восточном острове гутаперчевый клоун, и самому Венуму. Цель ролевого режима Revengers of Vengeance поразит глубиной и эпическим и ксеносагу, ибо под ней подразумевается прокачка персонажа в промежутке от 1 до 365 дней, крайний срок прихода Венума в наш мир, цифра может меняться на разных уровнях сложности. Ах да, город в игре один, не поражает богатством архитектуры, графический ролевой режим сильно походит на Фэнтези Стар 2 с поправкой на более тусклую палитру и варварскую анимацию персонажей. И самое главное, барабанная драпь, в нем нет ни одного НПС. А вот на гильдиях, господа разработчики, оторвались по полной. Результатом подобного стало третье присутствующая в игре жанровая составляющая. Итак, в этом заведении вы по рандомному принципу встретите прямоходящего снежного барса, старика-мага или блондинистую мадам. Каждый со своим набором квестов, причем только первый не будет требовать членский взнос. Всего квестов 5. Выполнены они в духе «Пройди особняк с ловушками» или «Достань магический посох оттуда-то». Их можно выполнять бесконечное количество раз, и выполнены они в стиле вертикальных скроллинг-шутеров. Хотя, все же основным по задумке создателей и менее напряжным способом набора золота и экспы является сам файтинговый режим. Увы, не ожидайте феерического геймплея, для этого есть полноценные файтинги. Вскритите «Шак-фу», фигурирующий не в одном сетевом топе худших игр всех времен, и малоизвестный фэнтезийный файтинг «Бландия» «Маме Феем Таунс», и вы получите «Ревенджерс Ов Вендженс». Отличная задумка, три разных режима игры, куча интересных находок, которые просто скинуты в один котел и даже не перемешаны. Это не мешает быть «Ревенджерс Ов Вендженс» очень оригинальной, более-менее играбельной игрой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...